Друзья, вы понимаете, что очень много проблем и очень много достижений, и вообще процесс учителя не намечен. Чем короче процесс бизнес-профессирования? Потому что какой-нибудь, знаете, такой секс, он стал частью интересного киномического дискуса. Все знают, что белорусское бизнес-общество, оно серьезно на лучшую сторону отличается в этом плане от монтовского, от украинского, от монтовского, от модного торговли. Тем не менее, мнение ваше очень интересно, друзья, потому что это было мнение людей, которые работают в ассоциациях, исполнительные вещи. Вы же с точки зрения экспертизы, с точки зрения науки, и Саша, конечно же, тоже человек, который занимается не только бизнесом, но уже подключился к кодированию. Поэтому давайте сначала 2-3 минуты по поводу того, тех проблем, которые есть, и самое главное, как, на ваш взгляд, происходит поворот власти к бизнесу. С одной стороны, это первая секция, а второй, как, собственно, происходит консолидация бизнеса для того, чтобы голос бизнеса был не там 1%, не там 10% всех, ну а хотя бы половину. Александр? В следующий день, сталкиваясь с властью и предпринимателями, я могу сказать в первую очередь за державу обидов, за самих предпринимателей, потому что очень многие проблемы мы создаем сами себе. И если, например, с властью, например, перед поездкой сюда пошел, погромил МНС и все хорошо, и всегда опять-таки Ярослав на привусе говорит, кто не может самостоятельно разгромить МНС, пригласите Александра Малашко. Вот. То есть с государством, на самом деле, лично мне сейчас гораздо проще разговаривать, чем с предпринимателями. Потому что бизнес-ассоциации, например, когда начинаю рассказывать, в первую очередь все задают вопросы, зачем мне это надо. Я как минимум говорю, там такие же идиоты, как ты, и вместе умирать гораздо веселее, чем каждому по отдельности. Для начала, давай хотя бы для этого объединимся и хоть что-нибудь сделаем. Поэтому на сегодняшний день то, чего мне видится, как раз Володя хорошо сказал, это старение бизнес-ассоциации. Лично меня это несколько настораживает, пугает, так как предыдущий опыт работы в общественных организациях тоже показал, что этот процесс в Беларуси обычно заканчивается тем, что все застарились, а новые не пришли. Поэтому основные задачи, которые на сегодняшний день вижу, это, а, в первую очередь, это молодая кровь, новую, привлечь, показать, что совместно можно и вопросы решить, гораздо проще, легче сделать и бизнес эффективней, и новые технологии притянуть, и просто потусить вот так четыре дня отдохнуть от этих мегапроектов. Это гораздо интересней. Вот. И с государством, на самом деле, когда человек расскажет, а ты не боишься с Романчуком разговаривать, вас же посадят? Я говорю, да нет. Это вопрос, где то государство, что мы для него делаем? Наоборот, обсуждаем, как сделать так, чтобы увеличить ВВП, сделать так, чтобы народу жилось легче и так далее. Поэтому, когда даже пытаются, там, меня приглашали в КГБ, вот, разспрашивали, задавали дурацкие вопросы, ну и что, там работают такие же люди, если ты не пугаешься, и собака вот, она гавкает только на того, кто ее боится. Когда ты разговариваешь на рамках, они понимают, что, чего тебя трогают. Спасибо. Николай Александрович, вот вы погрузились в тематику, да, вот просто первое ваше представление, потому что важно выбрать, как бы, с одной стороны баррикад, сейчас в другую, да, или, может быть, это, на самом деле, искусственное представление о баррикадах, они совершенно в другом месте? Ну, баррикадов, собственно говоря, никогда не было больших. Нет, но это металл. Ментальные. Ментальные, да. Ну, я чувствую, что, действительно, все люди одинаковые, потребность общения, она человекно заложена от рождения. И поэтому люди объединяются, как вы видите, по одному принципу, по другому, по второму, по третьему. Ну, без этого человек жить не может. Это потребность сообщества, потребность общения. Например, когда люди состаривают, в чем, в самом большинстве, у них хватает общения с старыми людьми, да? Не хватает общения. Поэтому вот эта вот потребность общения, она на профессиональной основе, на идеологической основе, она происходит. Я почитал информационных средств где-то за 4-5 лет. Всю информацию практически, которая по Союзам была. Ну, проблема номер раз, которая звучит уже, скажи, я пять лет, я туда не ходил дальше. Это вопрос номер раз, это то, что нас, или цена, мало, нас не вступает. Вот это пять лет, и разговор об одном и том же. Нас вступает, нас не вступает, нас не вступает. Вопрос. Может, получается, что не нужно, чтобы все вступали? То, что надо брать не всегда количество, нужно брать качество. Поэтому то, что сегодня здесь вы были, которые вступили, это, конечно, качество. При всех наших издержках, точнее моих, это качество. Поэтому каждый здесь может гордиться тем, что он вступил, он находится, он встречается, он общается, тратит свое время, и он считает, конечно, он обогащается. Это для него плюс. Но вопрос все равно остается. А как сделать? А как сделать? Удавим пять лет вообще. А как сделать? То есть ответы на вопрос не нашли. Пока в процессе поиска. Да, в процессе поиска, да. Время идет, да. Платформу приняли, пять, обновляем платформу, потом пять, дальше будем обновлять платформу. А вопрос практического решения не находится. Вы говорите в отношении бизнес-бизнеса, а вот власть-бизнеса. Как вы видите этот диалог? Насколько за пять лет? За пять лет продлинулись, допустим, те же, так брать конкретно, общественные консультативные советы. То есть сегодня бизнес заставил, вообще обстановка, я еще раз подчеркиваю, что обстановка, это работа, которая делала Вайн, Корягин, другими десятками людей. И плюс менялся на скадровый состав чиновников. Опять-таки я об этом говорил. И на смену всем людям, которые пришли с райкомом в партии, с горком в партии, пришли уже люди из современных вузов, современных предприятий. Многие пришли с бизнес-работой. Если взять у инструкцию вертикальную в Минске, на уровне там сотрудники райисполкового, многие из них успели поработать, мы с ним не владельцем, то в частной структуре. Потому что суббота и работа в основном в частных структурах, для людей ищущих, а не в государственной структуре. Поэтому это все вместе подлигло принятие таких решений, чтобы больше стало разговаривать. Общество будет одним из совета. Сегодня каждый думающий министр считает, надо думать, чтобы это было, чтобы это все работало. А теперь, конечно, от советов зависит, чтобы эффективность этой работы была. Здесь, конечно, тяжело. Здесь, в основном, все держится у нас, получается, на энтузиазме. Но оно и будет держаться на энтузиазме. Других вариантов здесь не будет. Но вот это решение вопроса по созданию финансовых условий, раз общество, то есть общество в целом, через государство поставило социальный заказ на работу с активными людьми общества, то есть он само не находит ответа на все вопросы, оно должно создать условия для того, чтобы эта сообщество эффективно функционировало. И примеры этому ведь есть. Не только мы берем, опять-таки, Европу или Америку, а смотрим ВАЗу. Там тоже, в том же Китае, эти вопросы в той или иной степени решены. Поэтому вот этот вопрос, о котором тоже на протяжении 5-5 лет говорят бизнес-союзы, что нужно вопрос решить объединционно-финансово, и ваше послание к участникам СССР, совет предпринимателей тоже поставили вопрос, что надо решить. Все понимают, что речь не идет о простословных суммах, но речь идет о том, что были созданы условия о привлечении организационной работе, привлечении экспертов необходимых и выработке кондиционных решений, которые позволят, давайте будем все ссылаться на это, на это состоите 100, позволят решить эту задачу. Потому что ответа на этот вопрос, опять-таки, практический, сегодня ни на той стороне, ни на этой стороне нет. Спасибо, Макс. Твой взгляд с Могилевского региона? На какой вопрос такой отвечай? Я чуть запутался. Два аспекта. Первое, вообще повернулась ли власть лицом к бизнесу. Второй вопрос, насколько бизнес поворачивается друг к другу, для того, чтобы консолидированно решать проблемы адвокатии. Вот твои наблюдения за процессами последний год-два. Я тоже. Ну, Илья Ивановна объяснил вам все достаточно понятно. Какое лицо имеешь, нечего пенять на зеркало. У нас в Могилеве также не очень хорошо с членами организации объединения. Они, скорее, собираются по клубному принципу, нежели ради каких-то ценностей или решения проблем. Проблемы они предпочитают решать кулуарно, в закрытом порядке, не вынося ничего. Не то, что в прессу, а лучше вообще в публичном какую-то... Не соваться. Да, не соваться. Поэтому, да, по-прежнему, наше объединение, наверное, большинство объединений собираются не в плане решения именно бизнес-проблем, а просто как в песок. Как в голове. Да, например. Что касается власти... Может это не проблема, может у них проблемы нет? Хочется вспомнить, цитату человека одного. Хочется вспомнить я не могу, да? Нет человека – нет проблемы. Я не думаю, что есть бизнес, у которого нет проблем. Всегда есть какие-то проблемы. Вот. Что касается власти, то, как оказалось, наше представление о ней гораздо хуже, чем она есть на самом деле. Может быть, это стечение моих жизненных обстоятельств, но на данный момент власти очень охотно идут на контакт вообще. Я уж не знаю, насколько мы способны влиять на принятые ими решения, но они готовы слушать, по крайней мере. Они готовы обсуждать, им интересно наше мнение. Часто даже мы не хотим, а не требуем, чтобы мы что-то высказали. Какие у вас проблемы? Да. Нож в горбу, расскажи, расскажи. Так что на самом деле большинство проблем именно, как мы уже озвучивали, ментальные, они в голове бизнеса. Какие-то страхи, как правильно Володя рассказал, какие-то непонятности вообще, непонятные представления о работе нашего государства. То есть третий человек говорит о том, что проблемы в бизнесе, но чиновники более открыты. Андрей, ты имеешь опыт гигантский общения с бизнесом, со всеми. Ваня высказал мнение, что на самом деле во многом эти все площадки – это имитация. Леонид Федорович в своей презентации сделал одну совершенно потрясающую вещь, потому что он тоже сказал, как преодолеть ситуацию, когда бизнес-представители, независимых экспертов используют в процессах, на которые ты их влиять не можешь. Как, твоя точка зрения, как реализовать процесс использования ветерания ног о бизнесе, чтобы потом сказать, ну вот мы с бизнесом посоветовались, посоветовались, они сами не хотят, а у нас все хорошо. Можно я зайду чуть-чуть? Да, да, ну вот я просто стараюсь. То, что ты в своем вопросе, ты уже дал ответ. Да нет. Да нет. Сюда. Последние полтора-два года наметилась очень опасная тенденция, так называемые подменки. Мы сейчас говорим, да, есть прекрасный Моиский столичный союз, да, есть Белорусский союз, есть БМПА, вот. Есть союз налогоплательщиков, есть союз оценивщиков. Это один человек, да. Я не слава подожди. Знаете, это же самый момент, да, умные министры при себе начинают создавать карманные, да, ассоциации. Министры стартят. О, ассоциация карты получается нейтральная, нет, да, но, да, при институтом сбору, при институте, если я подчеркиваю, да, уже образовался ассоциаций налогоплательщиков, да, там 15 организаций туда вошло. Это не руководничество? Нет. Ассоциаций налогоплательщиков. Сколько членов? 15. Тысяч? Нет, просто. 15. Вот. Но. Но. А здесь разрешение? Они пропиарены на сайте Министерства по налоговым и сборам, и как только мы где-то, в чем-то, да, выступаем, отстаиваем... Там, например, для компании. Ну, у нее, ну, торговая сеть соседей, да, например, у нас сады, вот, как только мы выступаем, да, за какую-то корректировку против какой-то инициативы на Министерстве по налоговым и сборам, да, мне начинают показывать, а ассоциация налогоплательщиков одобрила. Да. Говорят, как? Если это же абсолютно нелогично, неправильно, это же против налогоплательщиков направлено. А они одобрили, нам этого уже достаточно. Все. Вы можете уже не высказываться, вы можете уже не высказываться. Идем, да, в госком имущество. Они тоже для себя создали ассоциацию оценщиков. Нет, это было дано? Полтора года. Не союз. Не союз. Тоже два года. Два года. Тоже очень хитрая организация. Вот. Поэтому, когда мы доходим до уровня каких-то аспектов управления оценочной деятельностью, демонополизацию, дать независимому оценщику оценивать право, дать право оценивать государственное имущество. Это важный аспект, да? Нам говорят, а вот уже ассоциация, уже все удобно, уже прописала, поэтому спасибо, что вы напомнили, что вы есть. И вот эта тенденция, да, она, она началась, и я очень боюсь, что в ближайшие три-четыре года остальные ведомства тоже подхватят, да? Мы на окресах Минтуда тоже сталкиваемся, но там у нас профсоюзные, да, государственные и государственные, вот. И я боюсь, что в ближайшее время другие министерства подхватят это, да, и у нас... Конкуренты, понимаете? Я еще так не думаю, что вам объяснил, ну да. Хорошо, ну как? Это проблема, она, вот так ее и реализовать. Я вижу прекрасное зеркало. Я говорю, я тебе еще одну идею, но про развитие. То есть она более опасна для ассоциаций, чем... Ну, мы про все про нее знали. Вопрос, например, в принудительном общественном ассоциации. Это сюжет Казахстана с Атанкином, когда заставляют вступать, там, сносы, финансы и все прочее. Но, эта структура, по этому делу, уже подпредседателя, приравняется чуть ли не там к министру или там вице-премьеру по развитию предпринимательства проведения Кимик-Вод. И тогда получается, вот, есть там алматинский какой-нибудь, там, корчетавский, там, баблодарский, там, аспекты, есть независимые, где там дарить тридцаткостевые вещи. Но есть это Виккер. И для, там, Арбаева, этих ребят, мнение бизнеса выражается в этом. Если в законе будет написано «Обязательная консультация с бизнесом», то подпись будет, там, не Латунская строят, не Корягина, не Коболь, не Коболь, а будут стоять, собственно, представители вот этого союза. Есть что-то, значит, мы понимаем, что такая вещь обсуждается, особенно в контексте того, что в Совете по развитию предпринимательства Курчин очень благосклонно отнесся к идее, что, вот то, что мы тоже давно говорили, о том, чтобы 50%, значит, взносы на поддержание союзов, значит, шли… На собесторе. Да, на собесторе. Это не решено, просто недогонно, давайте это решим. И Манес уже сам надо говорить. Значит, они готовятся к тому, что вот эти вот ассоциации, как ты правильно сказал, в более широком масштабе будут свои люди, да, которые будут управлять процессами вот бизнес-консолидации и адвокатирования. Хорошо, если это есть, что нам делать? То есть вы, значит, они это все равно не знают. А у нас же есть опыт, там, десятилетий работ, да, поэтому исходя из опыта, который есть, что сделать так, чтобы нейтрализовать вот захват, грубо говоря, вот этого сектора гражданского общества чиновниками, да, и чтобы, собственно, и люди об этом знали, и бизнес об этом знал, вот, и не допустить там, ну, каких-то фатальных решений. Ну, пускай мы подумаем, наверное, я… Нет, ну там… А, что еще, пожалуйста. Дело в том, что это вполне прогнозируемое явление, манипулятивная организация. Значит, наши ошибки, моя личность заключалась в том, что мы много времени объявили создание платформы бизнеса и работе с бизнес ассоциацией. Значит, бизнес ассоциации, они будут за свои права отражаться, так как они материально, в дополненно меньшей степени заинтересованы в том, чтобы жить. То есть, в них действительно самосохранение обладает опыт. Вообще-то, идея была еще в том, чтобы в Беларуси для гражданского общества равновесно, есть такое понятие сбалансированное. Должны быть представлены еще профессиональные союзы. Мне приходилось разговаривать с нашими независимыми союзами, их нам нравится очень. Они еще к этому не подошли, но готовы. В этом вопрос идет и третья компонента. То есть, если мы посмотрим на общественные устройства многих стран, это союзы потребителей. Это три важнейших элемента гражданского общества, которые дают возможность работать, консолидировать права. Это союзы потребителей, предпринимателей и профсоюзов. Так как в Беларуси в основном, в общем-то, интеллектуально мы вложили то, чтобы союзы предпринимателей работали, то здесь власть тоже пошла на создание дополнительных таких организаций. Это тоже нормально, это прогнозируется. Но ошибка заключается в том, что союзы предпринимателей, они дистанцированы. Они вообще не хотят. Что им союзы потребителей? Кто вообще знает, кто такие союзы потребители? Леонид Цедорович, они же с нашим союзом уже заработали. Нет, но они с вашим союзом, с вашим союзом даже работало общество защиты животных. Я знаю, что всем, но это для того же проще. Ваша мысль, Леонид Цедорович, ваша мысль. Это мне было, Леонид Цедорович. Моя мысль заключается в том, что… А вот это что? Притекать кого? Ну, дальнейшее развитие всего этого процесса. Значит, сейчас заканчивается эпоха посткомсомольцев в этом движении предпринимателей. Сейчас возникает новая ситуация с воспитанием генерации и все остальное. Это первый момент. Второй момент. Есть два направления. Либо будут формироваться ассоциации по территориальному признаку Белёшкия, Воламбуевская и прочее. Или будут идти по типу Парайн, когда будут те ассоциации предпринимателей по своей профессиональной деятельности. Скажем, строители отдельно, отдельно медицинское, отдельно коммунатчики и так далее. Потому что Гаравай показал, он крайне европейский, что более сильными организациями являются построенные на профессиональности. То есть вот, скажем, союз строителей. Вы член союза строителей, вы приходите где-то там ввести, что вы член союза строителей, а портачиваешь членов союза, а вы за счет общих ресурсов исправляете работу. На сегодняшний день закончился этап постсоветской формирования институтов предпринимательства. Он не прошел до конца свой логический путь. Союзы потребителей, они, видите, приходили в союз предприниматели, а это вообще-то могут делать кто-то непрофессиональные люди. Потому что союзы потребителей – самая сильная организация вообще в Европе. Европы – это же европейские, реально. Ну а что, а Белорусский союз потребителей – это что, самая организация? Про государственная и государственная организация. Хорошо, хорошо. Я… Ничего общего в государственной. Нет, я уже не о том, как здесь. Такие муляжные организации будут… Вы знаете, вы это запутали. Нет, сейчас готовится решение по созданию республиканской ассоциации строителей с передачей в один из частей функций, как вот Европейская ассоциация строителей. А союз строителей входит в ВРКП? Друзья, вопрос на лист. Есть союзы, вот я тоже не знаю, что такие есть, да, есть в Грозе там виды, по каждой области, наверное, союз предпринимателей, которые объединяют государственные заводы и организации. Это вообще такая… Люди, бывшие директораты, да, союз предприятия… Грозные промышленные предприятия. Нет, 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 это Грозно какое-то местное областное… Это все областные союзы на нема. Да, союзы на нема. Вот там организация, директора, исполком, у них… Так, иначе какая-то структура… Карманная. То есть вы говорите так. А, абсолютно. Они разные. Они разные. Давайте вопрос. Но… Сейчас, сейчас. Я вопрос соревновал. Да. Они выбрали все. Да, да, да. Да, да, да. Что вы скажете по этому поводу, потому что я хочу прояснить тебе, что буду прояснить тебе. С точки зрения Леонид Федоровича, да, вот на самом деле нужно делать сейчас акцент на то, чтобы развивать отраслевые некие союзы, ассоциации, в честь организаций, которые, понимая, усиливят те месседжи и эту работу, которые ведет союзы, будут, собственно, много отраследующих. Ну, вот Минский союз на протяжении этого периода длительно уже где-то года полтора разрабатывает такой продукт современный, технологически-информационный, который, считая совершенно принадлежностью, на Совете позволит консолидировать усилия предпринимателей, привлечься на эту платформу по различным видам… Семь месяцев. Да, семь месяцев, да. И у нас такие вот июльские тезисы, нас много, мы, свояки, с нами просто. Вот. Свояки – это Маргелов и… Вильваскин. Вильваскин, да. А просто-просто – это Малашка. И вот эти, скажем, два таких, две таких платформы современные, которые, считаем, должны создать вот тот новый имидж союзу, для того, чтобы тот бренд, который вот товарищ, который с кудой к нам стоит, не растерялся, а приобрел новое качественное звучание и современные условия. Саша. Чуть расскажу про просто-просто. Вот. В чем смысл? То, с чем я столкнулся, это как раз больше отработаю с молодежью, теми, кто хочет открывать предпринимательство. Там как раз, как было хорошо, у Володи сказано, строки, что их все должны убивать и так далее. Притом, говорят, у нас нет опыта. Я говорю, приходите в союз. Вот чего там хватает – это опыта. Что можно взять, вам просто показать. Поэтому, если кратенько о проекте просто, это возможность сначала помочь малому бизнесу встать на ноги, зарабатывать деньги и совместно это сделать лучше, проще. Сейчас то, чего мы рассматриваем – это сделать так, чтобы у союза была возможность… У тебя, у тебя, у тебя тоже надо отговорить. Свой фонд для поддержки Иоанкова создан. Есть взаимный фонд. Задача сейчас его наполнить деньгами. Вот. Для того, чтобы как раз-таки вот этот вот меркантильный интерес, чтобы самому сделать жизнь лучше и потом все-таки объединиться в работе, это можно было сделать. И немного, Никита, расскажу про проект «Свояки». То, чего мы посмотрели, даже находясь в одной бизнес-ассоциации, мы чаще всего друг друга вообще не знаем. И поэтому проект «Свояки» – это такой коммуникативный инструмент, который позволяет в первую очередь, что мы можем предложить ассоциации, к чему можно обратиться, в чем мы сильны и что надо нам для того, чтобы наш бизнес был эффективнее и лучше. Потому что, находясь даже рядышком, мы друг другу ничего не знаем. И если мы не улучшаем вот этот момент коммуникативный среди нас, то сложно выходить в открытое плавание, где точно так же нас никто не знает, никто не узнает. И узнаваемость начали изнутри и потом распространяется вовне. И в моих планах то, что интересно, это чтобы в каждом областном городе было представительство управляющей компанией «Просток», для того, чтобы потихоньку привлекать в едином стандарте, в понятном предпринимателе, развивать предпринимательство, делать его более эффективным, как раз таки… Это личный проект? Он не совсем личный, он не будет рекламы. Окей, а, смотрите, сейчас Андрей придет, чтобы… Да, сюда все нравится, все нравится. Здесь я немножко реклама, все нравится. Я его продемонстрировал. Нельзя, дождите, друзья. Ну что, нормально, у нас есть решение подговорочное. Я хочу привести еще один пример наших коллег. Казалось бы, он как раз очень вписывается в нашу с вами сегодняшнюю беседу. БАЛАП, да, ассоциация перевозчиков. Да, да. Вот. Членство обязательно придет. Да. Потому что без этого были никак. А кто председатель? Вот он, бывший министр, да. Вот. Да. Большим министром. Большим министром. Большим министром. Вот. Большим министром. Да, это не имеет значения, что, как, вынуждает, на самом деле, хорошо. Мне очень нравится легко с ними работать. Вот. Ну, у нас пять тысяч организаций, которые должны быть членами БАМАПа в обязательном порядке. А активных, они, вот, реальным вариантом, да, чуть-чуть больше ста. Ну, ближе, там, ста. Пример, та же самая сегодня, как Казахстан. Вот. Вот. Поэтому, да, принудительное, да, создание структур, да, вступление, да, в деловые союзы, не даст никакого эффекта, потому что, вот, например, БАМАПа. Вот, например, торгово-промышленные палаты, соцепленными в регионах, в областях, да, обязательная сертификация, обязательно, там, для того, для того, для того, для того. Их парт-актив держится примерно в двухстах предприятий. Андрей, проблема информационного обеспечения, то есть, продвижение того, собственно, что есть ассоциация, аналитическое обеспечение, либо, собственно, продвижение, или продвижение, как бы, донесение информации о том, что, о тех достижениях, которые, там, ты знаешь, Лиля знает, Николаич знает, там, Саша знает, то есть, чего, в чем дистанция? Грубо говоря, вот, почему не вступают, когда, вот, вопросы постоянно проводят наши коллеги с ИПМ, и вопрос, почему, там, сколько членов, да, второй вопрос, почему вы не вступаете, там, 75-80% мы ничего не знаем. То есть, мы, такой вопрос, то есть, это прямой ответ на то, да, почему не вступают. То есть, если бы провели беседу, да, и, там, две-три встречи, нет, я не хочу, потому что там нету, там денег нету, того нету, ну, получается, банально, мы столько всего делаем, они нифига не знают. То есть, они... Ну, это... Это отговорки. Да, это отговорки. Это работа с выражением. Они не вступают не потому, что не знают. Ну, это странно, не знать про, там, конфедерацию. Я, слушайте, одного... Это очень есть. Нет, 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 нет. Горослав, то есть, мир, и многие страны, это, конечно, прошли, потому что мы уточниемся и развиваемся. Поэтому опыты накоплены масса. Ну, я-то не знаю там про работу в Союзе, но я был в ассоциациях каких-то строителей в Италии, в Дурции, в Германии. Ну, в принципе, там всё равно это отработано с властью. Они передали часть полномочий, ординации работы по территорию. Самое главное. Там они по профессиональному призвуку. И ты, если не являешься членом ЭТС, ты можешь не быть этой членом, допустим, ассоциации подрядных работ. Ты можешь выполнять подряд, ну, допустим, отремонтировать этот комплекс. Ты не будешь на ассоциации. Но если ты хочешь участвовать в тендере, допустим, на строительстве всего этого комплекса, ты должен стать членом ассоциации, пройти там на третью стакцию, получить право. Самое большое количество. В Германии обращение к власти. Ну, если таким образом формируется ассоциация по профессиональному призвуку. То, что лицензию по профессиональному призвуку. Вы за что? За законодательное установление или за лучшим маркетинг самих ассоциаций? Я за то, и за то. И за то, и за то. Всё равно процесс. Ну, сегодня официально идёт подготовка к совещанию по строительному комплексу в ноябре месяце. В Польшом. По поручению. Что делать? И вот в числе одних шагов союз строительства. Ну, хотите будьте, хотите не будьте. Это никто, что не говорит. Закрывайте. Сегодня пошёл, зарегистрировался. Я один и сказал, я представитель союза. Какого оборота? Общественный организм. Втроём пошли. С вечера договорились. А утром, если не забыли, пошли. Значит, и как принять решение создать эту ассоциацию? И часть полномочий министерству передать в эту ассоциацию. И для того, чтобы она имела реальную ассоциацию. Да. Союз строительства. Да. Ну, это будет параллельно. Это произойдёт. Это произойдёт. И когда ты говорил, что создали ручную ассоциацию народовиков, как только создадут ассоциацию строительства с такими полномочиями, куда будут переданы часть государственных полномочий, завтра появится ассоциация такая же и по другому направлению. То есть трансформация может пойти и дальше. Зависимо от, хотим мы это... Нет. С другой стороны понимаете, мы так иначе, мы должны перевозить, мы должны начать делать. И если, посмотрите, вот, логику, да? Есть имитация демократии. Есть имитация, там, чего угодно, женщины, экологии, выбора, ну всё. И сейчас, говорю, вот этот сектор, который был, последний вроде бы там, который значимый, да, который был честным. То есть он был честным. То есть он был честным, потому что там были люди, вот с самого начала и... Да, ну не надо просить эти деньги, которые, говорим, занесите в себестоимость. Как только ты получил право, занесите в себестоимость. Правильно? Вопрос поддержан руководителем Совета Президенции Президенции. Он докладывал это президентом. Сейчас вопрос такой. Вопрос не идёт о том, что только избранные союзы, ассоциации получат это право. Вопрос первый здесь. Все общественные организации, вне зависимости от вида деятельности, то есть, грубо говоря, это гораздо шире, там, мозговые организации, то есть 5, 5-1, то есть 501 это статус организации, которая проверяется и которая, собственно, получает деньги. Соответственно, те, которые деньги дают, они входят в бездержки. Это один подход. Другой подход, который сейчас обсуждается. Вопрос только для бизнес-ассоциаций. И вопрос, который ставит Турчин, говорит, ребята, что такое бизнес-ассоциация? Он не знает. А что такое бизнес-ассоциация? Секундочку, секундочку. Он говорит, кому давать, потому что то же самое МНС, Андрей, ты скажи, там, не прав или нет. Это же Силийская говорит. Слушайте, если мы дадим всем ассоциациям, то в течение года будет у нас тысячу разных ассоциаций, которые будут требовать статус налогового, вот такой налоговый статус, и все. Ограничение по размеру, по времени. Можно сейчас обсуждать. Так это не... Извините, это постановка Бандустановая, где-то, Зимбабве, или что-то вроде этого. Я вам хочу сказать, извините, как экономист сегодня я сейчас могу быть минут 20. Включение в издержки производства расходов на поддержание своей организации является антиобщественным актом. Почему я должен оплачивать то, чтобы вы собирались, ели пирожки и обсуждали свои проблемы? Я у вас за это в тюмину посадил. Поэтому вопрос решается по-другому. А то, что тут поставлено... Кто такой Тюмчезин? Абсолютно аналогично, когда он опрашивает. То есть, вообще, постановка это неконструктивная. Это антиобщественная, антинародная постановка. И если будет принято, то я первым скажу, что вот есть антинародная постановка. Это первый момент. Второй момент. А то, что касается создания этих ассоциаций, то Германия прошла этот путь. Они решили, что классовые организации, типа, там, пролетарские, профсоюзы. И, наверное, вчерашний день. И надо стимулировать так называемое общество союзом. Поэтому немецкие все предприниматели, работополучатели, они, в общем-то, являются членами Крайн, союз. И это как раз их двигает к тому, чтобы общество было гомогенным, было разносторонним. У нас сейчас пока классовое общество. Авторитарное, классовое, абсолютно жестокое к человеку. Где интересы, кстати говоря, против Евроопта, наверное, первые, кто могли бы выступать или за, или против, были бы союзы потребителей. Их нет. И если это надо делать, то Евроопт сделает первый такой союз потребителей. Это были 9 миллионов 200 тысяч человек. После этого любая партия представляет собой жалкое явление. Про президентка партия? Да. Второй момент. Второй момент. Предприниматели. Ребята, все хорошо. Скажите, а кто профинансировал вот этот семинар? Это предприниматели профинансировали? В том числе. В том числе. Да. Но за 14 лет я не знал ни одной попытки, чтобы кто-то хотел вложиться в это дело. Кофе пью, да, пирожки, пальчики отопырят, все хорошо. Кто-то радует. Илья Ивановна. Почему мы должны просить наших выбежных коллег? Ну, пока не просить. Сверху, скажем. Илья Ильич Федорович не знает? Как он меня знает? Не знаете о первом упаде? Я не могу, например. То есть, спасибо, Лефёдович. Слушайте, я не первый. Лефёдович, да. Не первый день. А в Фаверке не работаю за три года. Подождите, Лефёдович, что мы за? Друзья, с удочку. Лефёдович, сейчас Иван, потом Ваня. Я могу вам сказать, да? Прекрасно стоит такая ассоциация, как Павел Николаевич, которая защищает нас в правом плане, да? В плане, там, нефор-бизнеса. Но! У нас должны быть созданы называемые союзы работодателей, которые лоббируют некую отрасль, допустим, там, стены, потолки, там, сантехника, да? Союз строителей Шеремета, да? Это страшная структура, которая завтра сформирована. Почему? Потому что Шеремет не лоббирует интересы своих членов. Он говорит так, давайте деньги, будете хорошо жить, да? Но за последнее время ни одна строительная компания хорошо о союзе строителей не отозвалась. Потому что, в отличие, как и от Корягина, Шеремет не уходит на совещания, не лоббирует интересы отраслей, не отменяет старые технормы, техрекламент и так далее. Поэтому на смену Союза строителей должны быть Союз металлургов, Союз бетонщиков, плотников, как Германии. Поэтому в Германии Союз заработодачи решают свои интересы отрасли на береге и формируют цивилизованный рынок, чтобы стоимость полов не было сегодня у нас 3 донора, а 14 или 15, чтобы все зарабатывали от этого до этого. Вот как бы смысл. Поэтому за счетом бизнеса плюс Союз заработодачи. Союз бетонщиков, что это неинтересно для предприятия, для оплаты членского взлока, мы просто не должны спрашивать, куда пойдет этот членский взлок, да? Если он хочет, мы просто должны отменить этот 300-й указ и сказать, что, ребята, вы можете там 5 процентов проинтересовать прибыль и отправить на благотворительность. Ходите в ассоциацию стражков, хотите в Минскому столичному союзу, например, хотите в Минскому столичному союзу, это ваши деньги, вы их заработаете. Ходите Шеремету настроить, вот это принципиальный вопрос. Мы не должны бежать по верхам и говорить, вот тут вот для Иванова леготируется, для Петрова нет. Нет. Должно быть принципиальное решение для таких-то целей столько-то денег леготируется. Все. Все вопросы снимаются. И мы должны все встать на защиту этого решения. Давайте мы посмотрим, я поддерживаю тезис ваш, что прежде всего надо смотреть на себя, на кого работают бизнес-ассоциации. Они работают в первую очередь на улучшение бизнес-среды. О чем мне всегда спорят Владимир Николаевич, в первую очередь они должны работать на своих членах. А у нас получился перекос вина, в том числе, почему не хватает ресурсов в ассоциациях? Потому что плохой молодец. я считаю, что он недостаточный. Смотрите, друзья, поддерживаешь меня? Подожди, подожди, подожди. Леня, у всех будет возможность фиксировать и подожди. Вот то, что Лиля сказал. Швец он защищает своих членов тем, что выступил против всех, договорился извращение не надо. Подожди, я говорю о том, что он конкретно извращение в белорусском большинстве. Окей, это моя дочка. Лиля. Я немножко вразрез к всему сказанному. Минскому столичному союзу предпринимателей львоты полностью согласны с вами, Леонид Федорович, я еще раз говорю. Мы общественное объединение союз предпринимателей. Вот нам львоты не нужны. потому, что мы нашли схему, где Андрей Юрьевич, Бельмаскин, Саша Малашко, Гена Церпиловский оплачивают членский взнос, относя на затраты. С актом выполненных работ. Замечательно. Мне не нужны эти львоты. Мы нашли альтернативу. Потому, что получается, пишутся законы, всегда есть законодательные схемы, как можно сделать грамотно. Что касается Леонида поступления, что мы работаем над деловой средой. Нет. Вот Минский столичный работает конкретно на своего каждого предприятия. Это единственный союз, который ходит в суды. Это единственный союз, который имеет Тритейский суд, который проводит семинары, консультации и так далее. Но защита деловой среды, это ответ, кстати, Ивану Садовскому, это, если организация не достигнет авторитета, она не сможет решить предприятию вопрос. Потому, что кто такой Минский столичный союз, если его не знают на глобальном уровне. Мы, значит, выступили с инициативой, условно говоря, 488-го осмелились, отменили то постановление, отменили отраслевое разрушение. Значит, я не дошла до этого. Поэтому мы можем зайти в кабинет, нас знают и решить вопрос, как спасти Малашка, как спасти Ивана, как помочь ему организовать профессиональное обучение. Потому, что мы достигли этого авторитета. И я с тобой полностью согласна, что проблема бизнес-ассоциации именно вот в этом нехватке грамотных маркетинговых шагов. Потому, что у нас нету специалистов, потому, что у нас не хватает вот этих средств, и так далее, и так далее. Но то, что союз обращен конкретно к каждому предприятию, благодаря вот этой работе в деловой среде, вот здесь, да. А льготы нам не нужны. Владимир Владимирович, я просто хочу сказать, что жизнь стоит на месте. Когда мы начали образовывать первые союзы тридцать лет назад, мы изучали мирового, хотя лично в девяносто четырех странах. Лично изучал. И на сегодняшний день союзы участвуют на площадках и союз общественные, как Минский столичный, он состоит из граждан. Да, столичный ухитрился в IT-300. Над нам издевались, когда мы его создали, могли бы войти и предприятия, в физические лица, потом раз, только из физических лиц, по законам общественных объединений. Ничем заниматься не можешь, семинар не можешь, шведский опыт учить фонд либо сервисное предприятие, учить семинары, но это все равно не решает всех вопросов. Я покажу почему. Второе. Негосударственное по гражданскому кодексу, это Харлаш, это союзование Куняцкого, это конфедерация предпринимательства, где из юридических лиц состоит. И третье, это коммерческие ассоциации. Да, сегодня идет образование коммерческих отраслевых, ассоциаций. Они есть отраслевых, как общественных, так и коммерческих. Они лоббируют свои интересы. Вот в России рост коммерческих этих организаций, причем бурный рост. Вот РСПП, это пример коммерческой. Закон в России стоит 5 миллионов долларов. Закон о недрах 6 миллионов. 2 миллиона прессе, 2 миллиона разработчикам, 2 миллиона телевидению, пиару и партиям. По 500 тысяч каждый. Вериновский и тот получили. Продвинули нефть в карман, как в Мексике и в России, предпринимателю. Государству ВОЛ. Нефть сюда пошла. 70 миллиардеров назначенных, кому дали. Вот российская эта схема. Она коррумпировала Россию. Плюс госкорпорации. Она все исказила. Путин мальчик у них на побегушках. Вы думаете, он управляет? Да он мальчик. У вас не тут, как он лево-право идет. Я лично это знаю. И многие, так сказать, известны. Он не содержит это дело. Под именем Путин сегодня группа других людей, которых вы не видите, не знаете и так далее. Это военные промышленные комплексы. И очень законсферированы люди. Дальше. Гонга. Сейчас стали образовываться десятка что такое? Organizations Non-Government Organizations. Государственные, но они не государственные. сейчас вот Совет правовой был в Европейском Союзе. К нам приехали комиссары. Деньги отхватили от Европы. Созданный МИД пригласил. Какие организации? Правозащитные. Что? Кельсинский комитет. Но основные все были люди, которые ни черта не занимаются правозащитной деятельностью. Но они представляли, отхватили гранты по 2-5 миллионов евро. Большущих грант. Вы знаете, что в год грантов 900 миллионов евро на год. Вот постановление Самина. Почти миллиард мы получаем через техническую помощь Совета Министров и гуманитарную помощь. Миллиард? Миллиард почти. Верно. Откуда таких цифр? Ну, постановление Самина. Я, может быть, 3-х лет не заму всю эту сумму. Миллиард? Почти миллиард. Гуманитарная помощь в Беларуси. Долларов? Да. По разному направлению. По разному направлению. Поверю мне, техническая помощь областполком и райисполкома получает регионы. И, власти, бюджет 60 миллионов евро. Откуда это? Яр. Очень много организаций. Очень много. И ЮНЕСКО тот, и другие. Поверю мне. «Воу, сотни организаций сегодня грантовские. но я поверю, это очень большая сумма. Даже значительно больше, чем вы представляете. Гонга ее забирает. Иногда предлагают создать срочную организацию, чтобы вот там взять это, это, это. Вот эти так называемые приграничные зоны, как их называют? С граничного сотрудничества, считайте, в каждой десятке миллионов, там что-то проводится и так далее. Судьи, кто важен для всех ассоциаций сегодня? Нам что важно, я потом покажу. Первое, мы уже подошли к правовым нормам представительности. К примеру, стать членом национального совета, это площадка важнейшая, под социальным и трудовым вопросом, она подписывает трехстороннее соглашение, это международная организация труда, только если есть у тебя пятьдесят тысяч работников твоей ассоциации. Поэтому там в совете одиннадцать организаций, одиннадцать от правительства, одиннадцать от профсоюзов, один не государственный профсоюз, конфедерация демократических профсоюзов. Если ты не соответствуешь нормам, тоже больше, нижний порог участия в переговорах с правительством в союз имеет четыреста тысяч работников. Вот там же Малиновский, Орендарский, четыре союза. Все, остальные, правительство, да, частное правительство теперь не обязано, вы не добейтесь квоты, чтоб к вам вошли, конкуренция, и тогда идите в правительство. А пока вы, ребята, вшивые блоки и клубы любители пива, вы не ассоциация. Поэтому для нас важна представительность. Она дает и материальную базу, но второе, это компетентность, какая у вас экспертная база. Ярослав, сколько тебе любой союз заплатил за твою аналитику, и как без аналитики могут работать? Кофе-чай. Кофе-чай. Спасибо, что вы учетный член. Ирина Ильина Ферракова. Со всем годы работы, ребята, за аналитику надо платить, надо инициировать, надо исследовать. Я вам говорю еще раз, компетентность, это эксперты. В судах вы кухарку не направите. Узкий слой людей может представлять. Если направите в УКС дурака, то потом опять будут звонить из министерств, кого вы прислали. Да что он там сказал? В УКСах нам нужны сегодня компетентные люди, которые знают платформу хотя бы. А когда он выступает против того, что мы все консолидированные союзы вырабатывали с трудом, но все-таки мы пришли к консенсусу определенного, вот сколько этих союзов. Через фигуры, которые они выставляют, через истерики, через я не буду с вами, да я против, да вот пишите мою вот эту мелкоту. Только так, да я подпишу и приду на ассамблею. Вы не представляете, какие приходится проводить переговоры там. Я хочу еще раз сказать, вот следующее, материальная база. Даже преступники организуют, общики организуют на все, извините сегодня, наши общественные деятели не защищены в Америке. Законом нельзя к поклевете привлечь любого общественного деятеля. Он выступает не в своих, не в свою квартиру защищает. Он защищает, это организация общественного интереса. Его закон защищает. И от статей по нему нельзя просто применить. К его бизнесу, к его семье. Мы идем по минному полю. Наших лидеров не защищает. Когда кто-то попадает в беду, мы обращаемся, ребята, дайте складчу. Или член союза, если попадет. И сейчас у нас есть. Или умрет уже когда. Извините. Нет у нас такого, для нас чрезвычайно важна материальная база. А ресурсы сегодня. А средства отоскать. Не только гаджеты, чтобы мы могли переговариваться. Сегодня у чиновников селекторное совещание. Извините. На сотни тысяч долларов оборудования. А мы как их проводим? Извините. На каком оборудовании? Что у нас стоит в качестве микрофона? За 10 долларов микрофон на моем столе, да, Лилия Ивановна? А у них стоят какие оборудования? И сами, и в министерствах, и ведомствах. И что мы дальше пойдем на эти все вещи? Третье. Ответственность. Ответственность подчеркиваю. Сегодня, когда-то направляем, то это ответственность в трех ипостатях. Во-первых, это ответственность и перед государством, если ты направил представителя, что ты там говоришь, что ты делаешь. Ответственность перед своими членами союза. Я пойду и что-то сделаю вред какому-то члену союза нанесу. Какое я буду иметь право, там, моральное потом, быть в этой ассоциации. И, конечно, очень важна ответственность перед лидерами членов организации. Я прямо скажу, когда я влетал, кто мне там деньги кто-то собрал? Когда моя машина сломалась по дороге, там, на Брест, 40-градусный мороз, мне что, кто-то прислал чего-то? Извините, не члены союза. Когда в больнице люди лежат с инфарктами. Поэтому, извините, ответственность за тех людей, за наших работников, дирекции там и так далее. Небольшой персонал, который мы должны думать. Почему наш персонал в союзах, ассоциациях зарабатывает меньше, чем даже средняя по стране, в конце концов. Разно не стыдно? Никому из членов союза, это не стыдно? Никому не стыдно, что 400 рублей или Ивана получает там, или Анатолий Анатолий Сакович. При высочайшей компетенции. Мало, если бы сказать, это смех, меньше, чем уборщицы в ряде учреждений. И опять-таки нет здесь никакой консолидации. Реально. Национальная деловая культура. Да, нет, но пока ее надо формировать. Это пройдет десятилетия, но можно взять опыт деловой культуры. Он формируется у нас, естественно, и в наших кодексах, и в национальной платформе бизнеса. Это умение договариваться, умение консолидироваться, умение к определенным действиям коллективным. Умение высказываться, умение вести диалог, не оскорбляя, значит, эта культура. Поэтому национальная деловая культура много, мы вначале назвали дипот, труд, инициатива и так далее. В каждой стране есть национальная деловая культура, над этим должны работать все ассоциации, потому что мы все тут в одну луку. Следующее доверие. Вся сообщество доверит. 21 век, цифровая трансформация экономики и блокчейн, впрочем, ведут к открытости информации, к довериям. Не включена в систему доверия. И если кому-то из нас нет доверия, или вот сегодня мы сидим размышляем, там одна деятельница пришла в руководство министерства. Мы можем такой инструмент оказать, что все союзы 20 подпечатают, что мы ей не доверяем. Я не думаю, что ее правительство будет держать долго на этом месте. Это наш инструмент. И об этом, если мы заявим, что она там наговорила в Витебске, Вы, Корягин, наконец-то отпечатал платформу или нет? Володя, так было? Рассказывай. Это так притяните, что ли? Конечно. Конечно. Итак, я не буду все рассказывать. У нас много информации. Я не хочу, вы не представляете, какие смерзации, подонки в госструктуре, какую подковерную борьбу они ведут, в том числе и против министров. Какие кляусы идут на министра по антимонопольной политике и торговле. Как используют сегодня инструмент? Он столкнулся, колдует, вы знаете с чем? Когда на него давление со всех сторон за эти 25%? Николай Иванович знает хорошо. Просто это честный человек, его заместитель был. И действительно это так. Поэтому вопрос доверия. Поэтому вопрос это нашей консолидации. Мы консолидируемся на платформе, на деловых кодексах. Мы безусловно должны координировать нашу работу по этому коси. Потому что то, что Витя сделал. То, что в Минске, Столичный Союз, есть компании Эдвокаси. Их надо правильно планировать, правильно организовать. И последнее. Вот без этого мы не сможем работать на современных площадках диалога, друзья. Есть власть, бизнес, общество. Есть надсовет, я о нем говорю. Советы сейчас поделились по четвертому декрету. Это общественные консультативные. Есть постановление СовМИНа. Регламент, который совершенствуется. ОКС и министерство и ведомство. Нас там 50%. Большинство ничем никаких союзов. Придворные, прикормленные. Вот кому-то министр захотел, того поставил. Не знающие нас вообще. Иногда против нас выступающие. Да, создали совет по развитию предпринимательства. Минск создал, я зампредседателя сейчас в областях. В Громе председатель, председатель ассоциаций. Он может защищать прямо предпринимателя определенных конфликтов. Совет столкнулся с тем, что без этого звена на подачу на прямую гену он закрепнется. А тысяч дел, в общем-то, и наш омбудсмен вообще ничего не сделает. Поэтому создают протекать до районов. Сколько начало в районах? Как мы 140 районов это сделаем? И как они всегда скомпрометируют? Ну и, конечно, у нас мы там создали ГТС. Мы думаем сегодня о различных других там площадках и так далее. Я подчеркиваю, без укрепления ассоциаций. Вот нашей платформе. Последнее самое. Нашей платформе три пункта. Создание трех законов. Нет. О работодателях. Нет действительно закона сегодня о саморегулировании. Вот. Нет сегодня ЖКОСОЮЗУ. Нету его. Он не подписан. Безделан. Он брошен. Не надо. Это и есть. Он в платформе. Очень-очень четко. И материальная база. Нас уже не устраивает тот пункт, что включение в состав затрат. Не надо наказывать предпринимателя, того же Андрея, за то, что член Союза, что его часть прибыли с его учредителем будет конфликт, ибо не все учредители одинаково будут мыслить. Все. Спасибо. Изъятие из налогооблагаемой базы одного процента. Вот что мы сейчас требуем. Из налогооблагаемой. Как Польша. Все. Спасибо. На самом деле это погружение в эти нюансы, они могут привести в состояние отрыв любого. Да. Потому что когда ты слышишь эти все советы, структуры, механизмы принятия решений, взаимоотношений, подводные камни, это просто вот первая реакция про «не хочу вообще ничего делать». Ухожу. Нет, реально. Потому что называется «overwhelming». Это просто вот то, что забивает мышление полностью. Да. Я хочу выразить. Вот. Поэтому вот были бы сказаны многие предложения. Давайте наши члены уважаемые панели из быстрой. Да. Получается, вопрос возникли, да? Ассоциации создаются? Создаются. Ассоциации создаются? Создаются. Растаскивание потенциала происходит? Происходит. Происходит. Значит, неправильно или неправильно. Пример создания налоговой сказали. Пример создания крупной ассоциации республиканской, которая, скорее всего, произойдет. Вот что, произойдет. То есть, стало вопросом, а что союзом? Вот. Председатель Совета говорит, а что такое союз? Вы вышли и сказали, вот союзом быть, союзом быть. Поэтому, получается, нужно эти вот вещи тоже прописывать, как они уже прописаны. И иначе пройдет год, и будет уже разговор, людей нету, того нету. Хорошо, что есть фонд, поэтому в этом фонде проходит лекция и деньги собираются. А другого ничего не будет. Поэтому структура будет трансформироваться. Процесс пошел, она будет трансформироваться. Поэтому нужно эту часть приводить в нормативный порядок. Хочется этого или не хочется? Хочется этого или не хочется? И поэтому нам надо брать и, видимо, по всем бизнесу, тоже эти вещи инициативно закладывать. Здесь же пройдет масса времени, как саморегулирующая организация. Пока этот вопрос получит развитие. Для того, чтобы мы могли туда представлять союзы, трансформировались в серьезные организации, которые будут представлять интересы. А поддержка в это будет через законодательную инициативу. Вот это я хотел сказать. Потому что это уже механизм нашей работы. Спасибо, Саша. Будет что-то в государстве меня оценить не будет, лично я это никогда не жду. То, что есть, используй то, что по-другому, и ищи себе другое. Ты говорил Филиар Слов в хорошем музыке. Поэтому на сегодняшний день можно ждать. Поэтому я всегда говорю, есть возможность делать, делаем. Нет возможности делать, лучше ляшки поспите, толку от этого будет больше. При этом, еще раз говорю, то, что на сегодняшний день лично мне видится, то, что я делаю, и выношу каждый раз на суд. Для того, чтобы решить три вопроса, странным образом это похоже на Ирехов и Союз и так далее, это три вопроса. государство, бизнес, общество. При этом у Союза есть вот такой вот еще объединительный момент. Если по часовой стрелке читать, то это как получается? Отлично. Заметьте, нашли хороший смысл. Вопрос заключает... Формула блока? Нет. Формула блока? Маги, мамы. Которые... Я провел бодил шимпинат и бегали дети. Я не говорю. То, что я рассказывал... Тебе, что молоком мальчика, то, что я рассказывал. Дело не в этом. Вопрос заключается в том, что интересует прямо сегодня каждого сидящего здесь сзади. Давайте честно скажем, меркантильные интересы никто никуда не девал. Просто у меня есть возможность, в 2007 году я достиг 15-й свободы, и имели возможность заниматься тем, чем я еще занимаюсь, сверху для того, что я делал. Но в основном людей интересует, что они будут жрать завтра, за что они, как они заплатят за квартиру и так далее и тому подобное. И все вопросы мои о великом будущем вообще не интересуют ни как. Поэтому у Союза, и то, что я всегда предлагаю, тут опять-таки думали, не думали, был создан фонд взаимной помощи. И в этом смысл, который может объединить ассоциации во всей Белоруссии. Это тот смысл, который наполнит, мы бизнес ассоциацией, а сами себя прокормить не можем. Ну, господа, ну смешно, ну просто. Да не надо мне рассказывать. Я приду и скажу, мы нищая организация, мы бизнес. Ну, посмотрите, какие мы сиротки, дайте денег на взнос. Да никто не пойдет. Но на самом деле каждый из нас может сделать проект, принести что-то интересное. Самые интересные люди, с которыми я говорю, они готовы поделиться. Ну, можно, конечно, себе забрать, но можно сделать, чтобы и фон получил. И это на самом деле Витебск, Минск, все остальные могут объединиться, потому что в конце концов Витеб результат для бизнеса создать. Мы не просто общественное объединение. Поэтому и самое интересное, что я говорю, что элементарно. Вот стоит Алексей Колон. Сколько я его уже видел, знал и так далее. Там Геннадий Вячеславович. Оказывается, нифига я про него не знал, пока Алексей не знал. То есть на самом деле мы находились в одном и том же союзе, друг про друга нифига не знаем. Поэтому Никита сделал хорошую платформу, которая работает. Подойдите, узнаете. Мы делаем, в первую очередь, не забывая о том, что мы живем в этой стране, хотим сделать что-то лучшее. Но вопрос заключается в том, давайте мы еще вместе, просто-напросто друг другу помогать. Я не знаю, зачем относить 1% на затраты. Я, честно говоря, не знаю. Ну, я хорошо завтра договорюсь с другом, открою организацию, и мы соберем по одному проценту от всех, как бы. И отлично. Нет, не терепило. Да, да, да. Да ты меня. Я не понимаю. Если в эту структуру еще обязать всех вступать в этой возрасте, поставьте меня главным. Тогда я буду очень-очень за 1%. Что касается вот этих серьезных вещей, о которых говорил Николаевич, да, наверное, это нужно делать, но все-таки мне ближе к позиции Лени о том, что у нас плохой маркетинг, по сути, и, ну, вот, надо в этом направлении работать. Если мы сможем это сделать совместно, будет замечательно и, как бы, на пользу всем. Спасибо, Андрей. Я опять, да, не в тему. Наши дела составляют из маленьких дел, да, из больших стратегических. Все это верно и они нужно сохранить. Вот. Ежедневные добрые дела и стратегические. Может быть, да, одной платформы мало, может быть, надо придумать еще один такой вот национальный проект, который поможет объединить, да, какой-то, ну, мы беседовали с Николаем Александровичем, может быть, что-то для экспорта, да, то есть 30 предложений бизнеса, да, по упрощению экспорта. Мы там затронем упрощение отмены валютного регулирования, валютного контроля, контракта, да, упрощение сертификации, удешевление, вот, государственное регулирование, участие в иностранных выставках, да, и так далее, да. То есть, может быть, такой документ, да, он дополнительно сплотив вокруг бизнеса бизнесы. Все, спасибо. Купаться. Друзья, спасибо большое. Спасибо.